25 декабря, Рождество и дорога перекрыта. Что-то там произошло. Сейчас посмотрим. Так, Викинг стоит и, я так понял, кто-то здесь сидел в кувете. Ну, точнее, полуприцеп, который стоял, слетел в кувет. Вот его достали, груз его достали. Что-то, в общем, в этом роде произошло. Для кого-то Черное Рождество. Можно припарковаться на фуре почти перед входом самым. Стоянка пустая, никого нет. А я потом чуть позже отъеду туда, за здание и, в принципе, буду тут ночевать. Так тяжело что-то было просыпаться, пока я не открыл окно. Красота. Небо чистенькое. Ехать будет шикарно. Мороз минус сколько? Минус 11. Ну и красота в окне. Просто красота. Здесь вчера все было в снегу, но за ночь, не за ночь, а где-то рано утром, на рассвете, так сказать, вот эти вот горы со снега тут добавил. Трактор все расчистил, все засыпал. В общем, значит, как бы сегодня магазины работают 26 декабря. Ну и я, наверное, уже так не припаркуюсь, как вчера перед входом. Машины уже есть. Ну вот я вижу местечко, куда мне нужно каким-то где-то прицелом прицелиться. Вот место есть пустое. Встанем, чтобы никому не мешать. Использую трансвъезд. Хотя вообще я могу здесь встать. Ладно, наглить не буду. Я встану вот так вот. И вот затем, правда не в этот выезд, потому что там у нас стоит разделение дороги, а в другой. Все, а я пойду умоюсь и, возможно, зайду в какую-нибудь кафешку. Уже 10 утра, торговый центр должен быть открытый. Возьму чего-нибудь, кофе какого-нибудь или шоколада горячего. Не хочу ставить ни чайник, ни у себя делать завтрак. Так вот, у меня такое настроение сегодня пойти потратить немножко денег. Да, все работает, все открыто. В начале умыться. В начале умыться. А кто-то тут такой большой прячется. Ух ты, по глазу. Мне нужен спортивный магазин. Это первый, там чуть подальше будет стадиум. Второй. Так как на улице зима, мороз, мне нужно приобрести шорты, майки и шлепки. Ну, пару маяк, пару шорт. Что ж, пакетик один сделал я. Купил себе пару маяк, носков. И сейчас, я так предполагаю, вот где-то там я смогу поесть. И поедем. Так, идем в какое-то такое заведение. По виду оно мне понравилось. Я думаю, по-любому я здесь чем-то перекушу. Получается разное все. Так, пить нам не надо. Салат-бар. Нам не надо. Кафе, вот просто кафе. Наверное, тоже это не то. Все-таки, наверное, здесь. Вон есть панкейк. Это блины. Бар-меню. И кофе. Выглядит аппетитно. И курочка свежая, но с утра в меня столько не влезет. Решил я съесть, так как людей мало. Поэтому я сильно площадь здесь не займу. За таким столиком. И в ожидании своих блинов и кофе отдал я 12 евро. Ну, как бы в Швеции за завтрак это дороговато. Обычно цена выходит за завтрак 7-8 евро. Вот. Ну, так они в торговом центре и как бы в кафе обычном. Поэтому здесь цена немножко больше. Вот, как быстро. Короче, я не ожидал, что здесь такие маленькие будут блины. За такую же цену я мог взять пиццу на целый этот поднос. Но захотелось мне блинчиков за 12 евро. Охренеть, здесь налетело машин. И у меня... Ну, ничего, я в принципе выйду. Только единственное, что сразу навстречу объеду этот островок. Безопасность разделительная. Номера нету и не надо. Этого тоже нету и не надо. Чистить ходить тут на 5 минут это вообще глупость полная. Нормально здесь к этому относится и полиция, и транспортники. Вон, передние есть и хватит. Отставлял кабину. В смысле, окна открыты с обеих сторон. Чтобы, так сказать, продезинфицировать кабину морозиком. Дубак такой тут у меня жесть. Так, ну вот, о чем я говорил, что проблема решаемая. Я просто выезжаю на встречную полосу. Потому что в свою полосу я бы не попал ни за что. Через 190 метров едьте на дорогу с торговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Вот так отлично мы выехали с торгового центра. Да, сколько мне не было? Минут 30, наверное, столько налетело здесь машин. Да, солнце мне лепит прямо в глаза. О, спряталось. И, значит, вчера, думал, вечером ехал. Ну, я как вечером, просто что темно было. Думал, не будет машин, спокойное движение. Ага, конечно. Ехали все куда-то. 25 число. Я думал, на Рождество никто никуда ездить не будет. И здесь тоже, думаю, ну, 26-го-то пустая будет дорога. Нет, тоже кому-то надо куда-то ползать. Не сидится им святые праздники дома почему-то. Не знаю почему. Нахожусь я в городе Оребро. Заехал на трак-стоп, сходил в душ. День у меня на расслабоне. Мне всего лишь было проехать 300 километров. Осталось еще 80. Тут минус 3. Я съехал с автомагистрали, чтобы заехать. Еще в одни торговые центры полажу. Докуплю уже, может быть, все, что необходимо до Нового года. И все. Здесь я уже как-то заезжал сюда. Много где есть полазить. Здесь Интерспорт. Техника. Два магазина. XXL. Так же самое. Это магазин спортивный. Здесь что-то строится. Раньше здесь была площадка, на которой, в принципе, можно было отдыхать. Но какой-то будет здесь еще один магаз. Ну, а я же смотрю, что место мне стать, в принципе... Нет, есть где. Поэтому я вот там сейчас встану вдоль этой кучи. Сразу можно развернуться. И еще кто-то станет. Стану я возле столба, по правой стороне, чтобы кому-то в случае чего было удобней парковаться. Вот. Там вон гиртека встала. Туда тоже, я тоже там останавливался, когда здесь места нет. Ну, здесь этой снежной кучи, конечно же, не было. Здесь тоже все дни сейчас валили снега. Ну, вот и все. Сзади грузовик заедет и здесь выедет, если что. Как говорится, всегда нужно думать и о других. 27 декабря, 7 утра. И выгрузка. Городок Хова. Двухосник стоит, буксует уже. Молодец. И, значит, здесь интересная выгрузка, что не нужно никуда заезжать ни в какие офисы. А прямой наводкой заезжаем на весы. И идем потом в эту будку делать тикет. Там получаем тикет и едем выгружаемся. Выгрузка старой техникой, отработанной бытовой техникой. Так, первое действие. Светофор. Все. И идем делать тикет. Эта херня включена. Здесь вот мой вес 25800. И принт. Получили тикет. И валим отсюда. А, этот. Такие же дверьки, как у меня. Он тоже на выгрузку. На эту площадку надо остановиться и ждать. Задача была открыть дверь и чтобы на башку ничего не упало. Но, одна стиралка у меня подперла дверь. То я, когда здесь все разберут, залезу и поставлю на место, чтобы открыть дверь. А так вот такая выгрузка. Выгрузка прошла успешно. Один холодильник мне чуть на башку не упал. В целом нормально. Значит, целый прицеп был снега. Целый прицеп был снега и одной метлой бы не справиться. Вам просто лайфхак. У кого есть щиты, из костроплиты там или еще какие-то. Ну, вот как у меня вы могли видеть в разных видео стоят для перегородки груза. То этим щитом сгребается, как этим самым, как ковшом. Очень эффективно это дело проходит. Потом подметаем углы метлой. И все. Значит, на выезде то же самое делаем. Заезжаем на весы. Идем, берем тикет. А затем можно заехать. Ой, не можно заехать. А нужно зайти в офис напротив того тягача стоит. В смысле, располагается этот офис. И с этими чеками туда. И там поставят штампик вам в документ, который вам нужен. Что ж, красивое утро с красивым небом. Ну, а я пока выгрузился и жду на стояночке задание. Пока что ничего нет у нас к Новому году. Дали мне задание. У нас 11 дня. Катиться мне 77 километров до загрузки. Загрузки будут в сторону. Ну, точнее, загрузка на одной компании. Ну, и пока что будут две выгрузки. Но, возможно, еще будет до загрузка. Потому что, я так понял, там я очень мало загружу в прицеп. И направление у меня будет умея с Келефтея. Но пока непонятно. Это будет на все выходные у меня. Или еще что-то будет. В общем, пока все не ясно. Ну, а погода, как видите, да, классная. Но хотелось бы побольше мороза. Кстати, куда побольше минус 12. Что-то я... Я просто... Я, если честно, только что вот это увидел в момент съемки. Потому что я выезжал со стоянки, где я стоял, там было минус 1. И здесь я переехал, в общем, на другую дорогу. Начал подниматься повыше. И тут бах, минус 12. Ну, ладно. Ну, как-то все равно дорожка не сухая в этот минус 12. И летит эта грязюка немножко. Стекло подзасирается. Но не так сильно. Я стараюсь далеко держать от себя впереди идущие машины. Иду спокойно в 80, спешить мне некуда. Так, дорожка нас ведет. Знак стоял с названием фирмы. Наверное, чипсы будут или что-то в этом роде. Я просто помню, что на этой фирме я как-то загружал чипсы. Солнце светит в очи. Ничего не видно. Где тут у них офис какой? Вон дверь какая-то видна. Пойду спрошу. Да. ОЛВ. Фирма чипсов. В Швеции. Загрузка с рампы. Дали рампу. 32 палета будет. Поэтому у меня полный прицеп. Ну и груз, как я и предполагал, чипсы. То есть без вариантов. Груз легкий. Но грузить нужно будет сейчас самому. Пойдем грузить. Так, вот. Единственный момент, что здесь ручные рохли. Обычно на чипсах так бывает. Ну и мне не совсем удобный ряд. Мой вот в скилифте. У меня здесь в один ряд все получилось. И должно быть 32 палета в сумме. Решил я взять самую длину. Чтобы быстрее загрузиться. Я конечно вам... Мне просто интересно сколько она... Ой. Сколько она палет захватит. Три. То есть шесть палет сразу. О, шикарно. Так и буду грузить. То есть я поставил первых там два. И сейчас буду по три ставить. Попросил, пошел, чтобы мне один палет поставили наверх. Два этих одиночных. Я про них буду помнить. И буду знать, кого куда отдать. Ну и все. Сейчас ровненько доставлю остальные свои палеты. И теперь у меня красиво все стоит. Сейчас подопру их своими штангами. Вот. Вышло у меня пол прицепа ровненько. А если бы я не поставил тот палет наверх, то тут бы сейчас просто колом посередине пришлось бы ставить один палет. Зачем это надо? Ну и плюс ко всему у меня будет возможно, ну невозможно вероятнее всего дополнительная загрузка. Потому что ну с пол прицепом и с пол груженным прицепом идти наверх это маловероятно. И я не знаю сколько мне нужно метров пустых. Поэтому я ставил максимально груз. Размещал по прицепу. Отправился я без догрузки. И мне нужно преодолеть 730 километров до Умеи с весом 2 тонны. Шикарно. Два часа дня. Сегодня проеду полностью по максимуму. И завтра доеду и в Умеи выгружусь и в стиле в Т. И посмотрим что там придумают мне до 2 числа. Луна огромнейшая просто какая-то. Как ненастоящая, как будто я кто-то нарисовал на небе. Вот она во всей красе. Ну круто в живую конечно. Камера так не передаст, но в живую круто она выглядит. Добрался до Умея. Минус 15 градусов у нас. Но погода ясная, хорошая. И значит первая выгрузка у меня здесь. Потом я еду на скилифте и буду грузиться на Финляндию. То есть вероятно всего что мой круг в этом рейсе закончится опять в Финляндии. Как и в прошлый раз. Но, но, но сроки сжатые. 10 уже у меня сейчас утра. Загрузка работает до 2. То есть мне нужно в час 30 быть на загрузке. И если я не успею, то меня не загрузят. Загрузят только завтра. В общем планы. Все зависит от времени, какие планы выйдут. Если я загружу сегодня и еще успею на паром. В 16.45 который. То тогда будет другая история. Если я не успеваю сегодня на паром, то будет третья история. Короче, пока все сложно. Пока все сложно. Сейчас первая задача разгрузиться и попытаться успеть загрузиться. Где-то тут у меня выгрузка. Вот этот приваб. И, значит, пойду, значит, уточню. Не совсем я был прав. Не эта рампа. А рампа будет за зданием. Мне сейчас нужно здесь пятака крутануть. Крутанем пятака и поедем мы под какую-то там другую рампу. Ну я ее видел, сейчас проезжал. Так что там она где-то была. Так. Ага. Вот эти рампы. К тому же мне сразу и открыли. Пойду дверь и открою. В общем, самообслуживание. Чипсы выгружаю сам. На каком-то корче убогом, реально. Ну вот, рампа не совсем подходящая. Хоть я и подушки поднял на прицепе. Но все равно какая-то горочка. Снимать не могу. Тут дубак просто на этом складе какой-то дикий. Поэтому выгружусь и поедем дальше. Все, я разделил эти палеты. У меня последний палет. Сейчас этот припаркую, потому что ничто он мне отодвинулся. И проверка. Да, скилифте. Здесь вам ничего не видно, я понял. Темно, забыл я включить свет. Значит, все правильно я выгрузил. Вторая выпуска у нас. По каким-то ямам я тут ехал. И я тут был. А ехать мне нужно в тупик. Вон туда, насколько я помню. И там с обратной стороны будет выгрузка. Потому что тоже в прошлый раз я заехал сюда. Но меня отправили за здание. И вот любую рампу мне можно выбирать и остановиться. Здесь по кругу такой объезд удобный. Почищено, кстати, всегда. Отлично. Что, за 7 минут я выгрузился очень быстро, оперативно. Вдвоем. Мужик на электрическом погрузчике и я. Вот. И мы все это быстренько сделали. Ну что, ставим ставки 13 000. Загрузят меня или нет и успею ли я на паром. Что ж, все-таки будут грузить. Получил я карточку на въезд. Минус 16 я уже приоделся в штаны зимние и в куртку, в тулуп. Вот. Потому что на улице придется потусоваться какое-то время при загрузке. Ну, я имею ввиду, подлаживать нужно там эти самые подкладки под груз. Загрузил я свою чугуняку. И ровненько по осям сейчас покажу. 10 штучек вышло. И вышло у меня шикардос. 22,5 сзади и 19 тонн спереди. То есть на седло. Это охрененная загрузка. Загрузился и на паром успею. В 19.00 сегодня паром. У нас четверг. Получится, что завтра в пятницу 29 числа я выгружусь. Там же загружусь и отправлюсь на паром в обратную сторону, в Швецию. Ну вот. И где будут стоять выходные, это уже будет вопрос второй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, утро в Финляндии. И я думал, совсем уже скучно будет окончание рейса. Но, к счастью, пошел снег. Ну а я иду в это время на заправку. Помыть рожу. Почистить зубы. Если повезет, найти кофе-автомат и выпить кофе. Но я думаю, вряд ли это получится сделать в Финляндии. Обычно у них тут такого нет. Вот. И поедем на выгрузку. Вчера съехал с парома. Съехал с парома, попал на контроль. У меня 30 минут проверяли. С собакой. В грузе. И так далее. Ну, по кабине особо как бы не лазили. Он на ступеньках постоял, там посмотрел. Вопросы позадавал. И на этом все. Вот. И значит, загрузка. Загрузка и выгрузка. Тоже снега здесь очень много. Я недалеко от этого городка, где паром Васса. Никуда не уехал. То есть из-за того, что меня контроль держал, я простоял просто свой съезд с парома. То есть я не переключал. То есть я как остановился, держал на молотках. Даже машину не улучшил на всякий случай. Чтобы у меня косяка не произошла. И значит доехал в свое время, которое у меня там оставалось уже 15 минут до паркинга. Хорошо, что он здесь есть вообще. И доделал свой ломанный отдых. А здесь вот большой такой комплекс. Я, кстати, никогда здесь не был на этой стоянке. И тут она очень огромная. Работает с 5 до 12. Так, ВС. Вижу я ВС. Вот вам по менюшке сразу можете посмотреть по ценам. Вон завтрак легкий 7 евро. 5 евро. В Финляндии цены в евро. В Финляндии на всех заправках по-любому вы автоматы найдете. Это у них традиция. И магаз тоже здесь большой сразу. Так, я пошел. В Финляндии с собой берите всегда полотенце, потому что зачастую вы увидите вот такие вот аппараты. Я не знаю, как они работают. Мне кажется, здесь оно вылазит, по кругу проходит и его потом грязным вытирается. Ну, это я так думаю. Но это не точно. Итак, я мог бы позавтракать, конечно, но я просто в себя ничего не впихну. Я это не могу сделать. Вот единственное, что есть какой-то аппарат, где есть пение какао. Можно попробовать взять его. Что ж, взял я все-таки из автомата горячий шоколад. Сладкий такой, что жопа слепнется. Вот. Я говорю, что впихнуть я в себя в такую рань просто ничего не могу. Поэтому попью просто каву. Вот. А потом выгружусь. Загружусь я в том же месте, как в прошлый раз, в общем, у меня все будет. Единственное, паром у меня, возможно, будет не сегодня, а завтра. Но это еще не точная информация. То есть суббота уже 30-го числа. А, и как же я забыл вам сказать, что это большой стакан, но налит здесь на М всего лишь. Вот. Отдал я 2 евро 70 центов за этот стаканчик. Значит, ситуация с сломанным отдыхом тоже самая. Как видите, у меня до сих пор стоит кораблик. Но это сейчас так в тахах этих делается. То есть я еще типа как бы на отдыхе. Но вот мое время. Оставшиеся 7 минут моих, которых я не доехал. То есть из часа, который дается на заезд съезд, у меня осталось еще 7 минут. И вот здесь по нулям это означает, что я могу ехать. Вот так. Когда я съехал с паром, у меня было 6 часов. Вот я их отстоял и могу ехать спокойно. Еще раз убеждаюсь, смотря что у меня полное время 10 часов вождения, что ломанный отдых сделал я правильно. Если у вас не дает вам 10 часов, а зачастую ноль будет давать, если вы накосячили что-то сломанным отдыхом, то вам ничего не даст. А мне все, видите как. Все четенько. Что ж, минус 4. Да, это 5 утра, поэтому я говорю, что впихнуть в себя я ничего просто не мог в такое время. Я не умею это делать. Я после выгрузки-загрузки сделаю себе завтрак щеком. Вот и отправлюсь в сторону порта, возможно. Если паром будет завтра, то я вернусь на эту стоянку. Вот. И буду ждать суббота. Хрен его знает, как его обогнать. С поворота он мне попался, как я выезжал с автомагистрали. И все. И все. Он длинный. Но я не хочу ехать так, как он 80. Просто идет снег, нужно ехать быстрее. Ни хрена впереди не видно, конечно же, для маневра. Там впереди, по-моему, дорога у нас заворачивала. Фар. Так, показывает, что обгоняю. Молодец. Вот это правильный подход. Линк. Линк. Обходим. Как стоячего. Вау. Снег валит. Ни хрена не видно. Все. И он мне моргнул, что я могу его уже опережать. Поэтому мы благодарим его с помощью поворотиков. И финская фишка. К сожалению, я одновременно это не мог снимать. Моргнуть еще тебе в ответку. То есть два раза получается грузовик, который сзади. То есть он мне поморгал, что я могу обгонять. Я его обогнал. Я его поблагодарил. Точнее, я его обгонял. Он мне моргнул, что я могу уже переезжать на свою обратную полосу. Я его поблагодарил. И он еще мне моргнул. Типа не за что означает это. Это в Скандинавии. Я такое встретил впервые. В Европе там уже даже просто могут уже не моргать. Не то, что еще аж целых два раза. Вот. А здесь эта тема очень распространена. И надеюсь, она и будет дальше распространена. Поэтому все знаете эту тему и делайте точно так же. Потому что остается очень мало фишек, которые когда-то были. Как бы вот рация, да, вымерла нахрен. Кстати, рация. Седьмой канал, напоминаю, мой. И седьмой канал уже сработал однажды. Я выезжал с загрузки в Швеции. И коллега выезжал и в рацию прокричал. Я успел ему ответить, но ненадолго. Дальше я начал настраивать диапазон. И, короче, все на этом. То есть я понял, что он меня смотрит. Ну, потому что на седьмом канале меня найдут только те люди, которые меня смотрели. Вот. Все. То есть пару словами мы успели перекинуться. Я ему последнее сказал, что там, говорю, погода, смотри, плохая. Я не знаю, слышал он меня уже или нет. В общем. Но это хорошо. Это хорошо. Значит, я поддерживаю этот канал. Седьмой. Пускай он будет. Может быть, в будущем он станет седьмым каналом в Скандинавии, где люди все-таки начнут общаться по рации, а не тупить в телефоне и вообще не знаю, как рация это включается. Вот. Ну, а я получил то, что хотел. Получил снегопад. Минус четыре погодку хорошо тем, что у меня не налипает на лобовое стекло. И поэтому мне было обязательно обогнать этого линка, потому что, когда за ним бы я шел, то стекло у меня было бы хуже. Вот. А так, у меня в середине тут оно подлипло, но это всегда. А моя половина очень хорошо просматриваемая. То есть, у меня здесь нет неналезей, ничего. Я спокойно еду. Да. Я вообще в шоке, если честно, от этого времени. Темнота. Шесть утра. Вообще, куда я еду? Жесть какая-то. Что ж, сегодня у меня долгий процесс вышел. У нас почти два часа дня. И я ждал трактора, чтобы получить документы. Сейчас заеду на весы. То есть, я выгрузился и загрузился. И мне нужно было вот его подождать, чтобы получить документы. Паром завтра. Будет суббота 30 декабря. Можно считать новогодний паром. Но, я думаю, там ничего не поменяется в плане разнообразия еды или каких-то угощений. Я думаю, будет все точно так же. Так что, увидимся чуть позже. Добрался я до паркинга, с которого я и стартовал сегодня. Снежка тут чуть-чуть прибавилась. Вот. Сижу и думаю, думаю, ехать. Ну, я в магазин сюда заехал зайти. И, наверное, поесть что-то купить. У меня лень готовить. И думаю, что я здесь и останусь. А завтра паром в 9 по финскому времени. В 7 утра смело я отсюда могу выезжать. Возьму билет. Да и все. А так, туда тоже можно приехать в порт. Там встать в линию. Ну, и завтра один хрен утром просыпаться. Раньше нужно и идти брать билет. Поэтому смысла нету никакого мне туда ехать, наверное. Вот. Да и здесь такое место нормальное какое-то. Пойду возьму что-нибудь поем. Там магазинчик, может, пиво какого возьму, баночку. Да буду отдыхать. Так и быть, друзья, похвастаюсь покупкой. Купила себе такие боты. Ну, это как бы под зиму нормально. На теплый носок, например, надели и вперед из песни. Качество, хочу сказать, среднее. Фирма какой-то. Стомберг. Стомберг. Вот. Посмотрю, как носится. Задал я за них всего лишь 50 евро. Поэтому шикарная цена. Я просто заказывал в Польшу. В Польше заказывал себе обувь, заказал за 130 евро. Но потом в магазине нашел эту же обувь. И померил тот размер, который я заказал. И он мне казался маленький. То придется мне везти домой. Может. 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 Батьке. Отдам. Вот. В качестве долга я ему денег трошки должен. И взял штаны себе. Ну, это обычные, как бы, черные штаны. Такой вот фирмы. Свиттим. 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 Вот. Ну, и штаны оказались дороже. Ну, то есть, это как бы повседневные штаны гонять. И на работе, и дома. И штаны оказались дороже на 10 евро. Вот такие вот дела. На выезде с парома 30 декабря сломался литовский автобус. Крайней мере, что-то ковыряется вон под капотом. Литовские номера. Аккуратно, не спеша мы его проехали. Так, все, выехал я от этого автобуса. Пришел я на пароме с Финляндии в Уме. В Швецию. Новый год у меня будет на нашей базе логистики АЦХ. Я вам ее неоднократно показывал, поэтому повторяться я не буду. Так, температура пока что мне не особо нравится. Но я надеюсь, морозик останется, снежок, все будет так, как сейчас. Для меня это в этом году главное. Потому что в прошлом году так все четко было. 30 число. Куча снега. Мороз. 31. Приезжаю я в порт. Ну и, соответственно, погода портовая. Плюс два. Дождь. Грязь какая-то. Надеюсь, в этом году все будет гораздо лучше. И выгрузка будет у меня только 2 числа. 1 числа, соответственно, в Швеции выходной будет день. Ну и все. У меня суббота, воскресенье, подготовка к празднику. Завтра сделаю себе ужин. Бутылочка вискаря у меня есть. Шеф мне привез из Польши. Сделаю пюре. Курицу какую-нибудь пожарю. Ну и салат. Мой любимый салат – это крабы с кукурузой. Крабы с кукурузой, точнее. Сделаю вот салат. Вот вам, пожалуйста, и вечер пройдет новогодний. Буду смотреть какие-нибудь передачи новогоднего содержания, фильмы. Подходит к концу, собственно, первая половина зимнего сезона. Для меня заканчивается целый сезон. Рабочий год. Проснимали все, что мог, все показывал. Куча было событий, изменений. Все на моем канале. Огромное количество интересных видео. Кто впервые или смотрел только последние, отматывайте назад, гортайте, находите. Много, там около 200, там 80-290 у меня уже видео на канале. Что-то за снежный человек куда-то идет. Дедуля какой-то гуляет, походу. Да, в Швеции и в Норвегии это, кстати, нормальная тема. Поэтому здесь принято вот так вот человек идет. Нужно, соответственно, если ваша встречка занята, значит останавливайтесь, пропускайте. Но вот они любят гулять, ходить между, там, я не знаю, между поселками. Либо просто это у них такая прогулка. Бывает пурга вьюга, ветер, неважно. То есть они будут идти. Я однажды в Норвегии, это для меня был на самом деле шок, и увидел девушку, как шла с коляской по ледяной просто дороге, где с обеих сторон стенки снега, она куда-то шла. Я не знаю. Ну, это реально очень было небезопасно. Всех хочу поздравить я с наступающим Новым Годом. Все, кто смотрит видео позже, с наступившим Новым Годом, с Новым Годом, с наступающими и остальными праздниками. Хорошей второй половины зимы, могу так вам сказать. Ну и хочу пожелать, наверное, конечно же, добра, счастья, чтобы этот год, Новый 2024, был лучше последних четырех и так далее. Еще вот хочу вот моментик такой вам посоветовать. Избавляйтесь от мусора. В прямом смысле, каждый где живет, в доме, в квартире, в машине, у вас всегда насобирается куча вещей, которыми вы в жизни никогда не пользовались. Либо же думаете, что так вот лежит, ну пусть полежит, я, может быть, еще использую. Не надо, возьмите просто и выкиньте в мусорку. И у вас станет огромное количество пустого, свободного места, которое можно занять полезными вещами, например. Либо же где-то что-то сделать красивее. На своем примере я каждый год выбрасываю из одной только кабины я выбрасываю два вот таких вот мешка просто херни какой-то, которой я никогда либо не пользовался, либо она мне просто не нужна, или что-то в этом роде. Но если взять дом, квартиру, там будет еще гораздо больше вещей. Также от людей избавляйтесь тоже. Кто вам не нравится, избавляйтесь от них. Не надо их терпеть. Пусть это будет там хреновый работодатель, не надо с ним там что-то бодаться, пытать что-то доказывать. Ребята, не то время на самом деле. И прошли те времена, когда водитель что-то мог где-то отстоять. Сейчас все проще гораздо. Если у вас происходит косяк какой-то на фирме, вы просто уходите. Просто берете и уходите. Главное, чтобы вы сохранили свою зарплату последнюю. Кто хочет увольняться, никогда не говорите начальству, что вы собираетесь увольняться. Найдите вначале фирму, потом увольняйтесь. В общем, ладно, затянулся мой спич. Это уже будет другая тема в следующем году. Ну и вот, собственно, всем удачи. Мы увидимся с вами уже в новом году. И у меня два еще есть к вам вопроса. Первый вопрос. Снимать ли мой отъезд домой? Я не знаю, что там будет интересно. Может быть и ничего не будет интересного. То есть это добирание на пароме добраться до Польши, там сесть вельковую машину, перебраться через границу Польша-Беларусь и успеть к Рождеству. Ну да, там сроки у меня будут очень сжаты. Я надеюсь, что все получится. И второй момент. У меня предстоит отдых. Так как я же не дурачок, просто так ходить, покупать шорты, шлепки и майку. Среди зимы и когда работаю на севере, я еду в экзотическую страну. В какую, я вам пока не скажу. И от этого вопрос. Хотели бы вы, чтобы я сделал краткий обзор, где я побываю, что я там увижу, может быть что-то будет интересное. И сделаю такое небольшое видео на минут 20-30. Если интересно, пишите комментарии. Если будет много комментариев, много лайков, то я сделаю это видео о своем отдыхе. Все, месяц у меня отпуска будет впереди. Очень-очень надеюсь, все у меня будет интересно. Все, друзья, еще раз вас с наступающим, с наступившим, с наступившими и с будущими наступающими, со всеми праздниками вас. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok